Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня, вторник, 23 февраля, мы с вами прочитаем отрывок из 2-го соборного послания апостола Петра, 2-ю главу с 9 по 22 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословие, то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие без обеззакония, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Сорумники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прещают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы гонимой бури, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тленя. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавший возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Очень пространный и, по-своему, интересный отрывок, дорогие братья и сестры. Мы сегодня с вами прочитали. Это продолжение второй главы Соборного послания апостола Петра. Второго Соборного послания апостола Петра. И вот мы с вами здесь видим, что апостол Петр обличает, обличает лжеучителей, лжепророков уже новозаветных. Очень много он слов говорит обличительных. Вот, например, даже в 12 стихе, смотрите, они, как бессловесные животные, вводимые природой, рожденные на уловление, истребление, злословие, то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствия во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пишествуя с вами. И вот дальше, в общем-то, практически до конца главы, апостол Петр обличает вот этих вот самых лжепророков, которые запутывают, и прочих. Вот интересно, в 15 стихе, «Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка». Очень интересный момент ветхозаветные братья и сестры. Это цитата из книги «Чисел», 22 глава, 23 по 24 стихи. И вот в этой книге как раз рассказывается о вот этой самой ситуации, которую описывает апостол Петр, когда действительно ослица проговорила человеческим голосом и смогла воздействовать на Валаама. Очень интересный момент, с какой точки зрения, братья и сестры, с той, что действительно пути Господни неисповедимы, и Господь может открывать свою волю иногда даже через тех людей, через те события, или даже, как мы видим здесь, через животных. Мы иногда не ожидаем с этой стороны вразумления от Бога, какого-то наставления, и оно приходит. Очень здесь нам нужно быть с вами чуткими и внимательными, братья и сестры, потому как мы часто уже настроены априори, что в каком-то месте от каких-то людей мы можем услышать что-то умное, какое-то наставление, а вот от каких-то мы, опять же, априори ничего хорошего услышать не можем, никакого наставления. Но вот как раз этот эпизод из Ветхого Завета демонстрирует нам то, что Бог говорит с человеком разными языками, на разных языках, через разные пути, через разные обстоятельства. Поэтому задача быть очень внимательными нам с вами ко всякому человеку, который встречается нам на пути, ко всякому событию, ко всякому обстоятельству. Ну и далее апостол Петр, подытоживая свое обличение, в 19 стихе говорит очень важные слова. «Обещают им свободу, вот эти лжепророки и лжиучителя, будучи сами рабы тлени, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Здесь идет речь о рабстве, вот этим различным страстям, которые апостол Петр, в частности, перечисляет здесь. И здесь, конечно же, интересен сам вопрос о том, что такое страсть, что такое рабство страстям, потому что в православной традиции очень большое внимание, особенно в аскетической традиции, уделяется вот этому понятию страсти и борьба со страстями. Мы помним, что само слово «страсть», однокоренное со словом «страдание», означает действительно нечто, что давлеет над человеком. Отсюда даже в грамматике существует, как мы знаем, страдательный залог. То есть не когда мы активные субъекты действия, а когда над нами совершается какое-то действие. Вот это тоже, соответственно, признак того, что мы как бы рабствуем кому-то или чему-то. И надо сказать, что действительно цель духовной практики, христианской, а также мы можем увидеть параллели, может быть, других религиозных традиций, это именно избавление от страстей, или иногда еще называется это привязанность. Привязанность – это такое слово, может быть, в каком-то смысле более понятное даже современному человеку. То есть цель духовного пути – стать непривязанным ни к чему земному. И когда речь идет, скажем, о грехе, о понятии греха, то чаще всего у человека в голове возникает именно образ какого-то преступления. Все равно, как бы там ни было, конечно, с библейской точки зрения грех – это болезнь, это некое болезненное греховное состояние. Все же человек, даже современный, понимает под грехом именно какое-то преступление, нарушение какого-то пункта закона. А привязанность подчас даже не учитывает, не учитывает силу привязанности. Ну, скажем, вот если человек имеет какую-то привязанность, какие-то, скажем, отношения с, так сказать, незаконной, или с какими-то людьми нехорошими, то здесь можно это определить как грех. А если, допустим, мать любит ребенка безумно, или там мужчина-женщина-женщина-мужчина, ну, как бы в законном порядке, но, тем не менее, это порождает очень сильную привязанность, то с глубоко духовной точки зрения здесь ведь тоже есть вот этот самый перегиб. Здесь есть опасность. опасность, что эта привязанность, которая практически синонимична понятию страсть, завладеет человеком. И человек уже не будет свободным в Боге, свободным во Христе, а будет именно связан, привязан вот к каким-то человеческим отношениям. И вот здесь как раз это чрезвычайно, это тонкий момент и заключен в том, что понятие привязанность или страсть это что-то даже более, может быть, широкое, всеобъемлющее, чем понятие грех, так как его понимает современный человек. Вот именно как пункт такой вот нарушения, некое преступление. Потому что, повторю, привязанность действительно охватывает более тонкие отношения человека. Даже то, что как бы не является грехом формально, ну, является ли грехом материнская любовь, да? Ну, так формально никто никогда не назовет, никто не скажет матери, «ты так любишь сильно своего ребенка, это грех». Ну, это прозвучит как-то немножко даже, может быть, жестоко, и люди не поймут, как правило. Даже верующие люди с этим не согласятся. А вот если подойти к этому с понятия вот этой глубины духовной, да, что привязанность эта не стала уже ли страстью, и не стала ли эта привязанность выше, чем отношение с Богом, вот здесь уже действительно вопрос остаёт совсем по-другому, совсем по-другим углом. И поэтому нам, с вами, братья и сестры, нужно быть очень-очень внимательными, потому что, в конце концов, цель духовной жизни, духовной практики человека именно в том, чтобы, живя ещё в этом мире, радуясь этому миру, да, потому что Бог благословил нашу жизнь и в этом мире тоже, несмотря на то, что мир возле лежит, а всё равно здесь есть множество проявлений, да, божественных энергий, божественной любви, множество поводов, так скажем, для радости. Поэтому важно, живя в этом мире, быть непривязанным к этому миру. Вот высший, так скажем, пилотаж духовного состояния, как апостол Павел, помните, говорил, как бы живя в этом мире и не живя, как бы и покупая что-то, например, да, то есть приобретая что-то, но при этом и как не приобретая, да, то есть одним словом, находиться здесь, участвовать в жизни этого мира, но при этом не быть к этой жизни, к этому миру привязанным. Вот, наверное, действительно, в чём заключается цель духовной практики. В данном случае, конечно, мы говорим о христианской православной духовной практике. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из второго соборного послания апостола Петра 2 главу с 9 по 22 стихи. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нём заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Слава Богу!